Ежегодно перед владельцем участка или, скажем, собственного коттеджа встает вопрос об уплате земельного налога и налога на недвижимость. Они общегосударственные. Кто должен платить? Ответ прост. Тот, у кого есть участок в любой форме собственности. А если на этом земельном участке вы построили дом, гараж, дачу, тогда вы обязаны уплатить налог на недвижимость. Кстати, за машиноместо также следует рассчитаться. Суммы невелики, но произвести расчет необходимо. Главное – вовремя. Последний срок – 15 ноября. Заметим, платить можно частями. Уплата налога на недвижимость и земельного налога производится на основании извещения налогового органа. И в целях равномерного распределения семейного бюджета, а также избежания негативных последствий, связанных с несвоевременной уплатой налогов, рекомендуем уплачивать их заблаговременно либо частями. Важный факт. Законом предусмотрен и перечень льгот для плательщиков имущественных налогов. При наличии у физического лица в собственности двух и более жилых помещений освобождению от налога на недвижимость подлежит только одно жилое помещение по выбору физического лица на основании заявления, предоставляемого в налоговый орган. В случае же, если такое заявление не представляется, то льгота по налогу на недвижимость предоставляется по тому жилому помещению, которое приобретено, либо получена им собственность ранее других помещений жилых. И это не полный список категорий граждан, имеющих льготы. А для того, чтобы воспользоваться преференцией по уплате имущественных налогов, необходимо в налоговый орган по месту жительства предоставить соответствующие документы. Более подробную информацию по данному вопросу можно узнать, обратившись в налоговую инспекцию по месту расположенного объекта недвижимости и земельного участка.